С миром, с миром, Алексей. У меня вопрос к вам. В общем, вот, живу я в ПГТ, так известно, как. В общем, есть такое знание у тебя, что работая весной, летом, осенью, есть возможность зимой быть без работы. Можно ли запасать продукты на зиму? То есть, или хотя бы деньги на продукты, чтобы зимой жить как-то... Или это любостяжание называется? Вот там говорится, Христос говорит, что собираетесь вину. То есть, писания в этом могут меня обличать, или можно это делать? Где есть холод, как в Сибири, на это посвящается целое лето. Для скотины готовят, для птиц, для пчел, и тем более для человека. Вот мы приезжаем из деревни, лето проходим 4 месяца там, а 8 здесь. Мы видим картошку, морковку, тыквы, что там еще достали, сотовый мед. Вот. Разные ягоды, варенье. А как по-другому-то? По-другому никак. Это самое доброе дело. Об этом Библия говорит, что наступит время, когда собирать поздно. Это как нежатая полоска у некрасного. Заболел хозяин, ничего и нет. Остальные хоть помируй, иди, хоть помирай. Хорошо надо работать, чтобы полные у тебя были кузаба. Да. Так это же вы, Игнать Ильич, говорили, что такая есть возможность набирать ему... Ну, я не помню, может, я ошибаюсь. Это вы говорили, что нужно как бы питание там сберегать как-то. Сейчас такое время тяжелое. Вы говорили или нет? Так ты что заваришь? В городе покупать или сам готовишь это? Ну, я сам готовлю это. Ну, хорошо. Что ты сажаешь? Что на земле сажаешь? Ну, вот у нас, допустим, староста. Он что? Ящмень, пшеница, горох, лен, гречка. 1200 гектаров. А когда он будет готовить-то? Летом готовит, написано. Муравей летом. Притчи об этом говорит. А зимой поищешь, да нету. Тут и вопрос задавать не надо даже. Да, спасибо. Христос, я просто, знаете, всегда вот у меня был такой момент, когда, ну, зимой работа будет, все нормально будет, а потом вот в СССР в этом году произошло так, что сложности произошло, и ты думаешь, почему я не запасала это раньше? Ну, как бы вот так. И сейчас я пришел, теперь, ну, как бы, опытом понимаешь, что запасать нужно. Ну, если бы не запасали, все умерли. Как скотина где возьмет? Летом заготавливают траву, косят, зароды делают. Вот у человека закрома, амбары, мельница. А где? Зима ничего не дает, кроме охотникам и рыбакам. И то это с большим трудом дается. Геннадий Тимович, а можно кое-что еще сказать? Получается, Геннадий Тимович, я такая, ну, читаю ваши письма, читаю книги ваши, я немного осознал, что вы не только за себя несете поругание. Вот люди часто звонят, говорят, угрожают вам. Вы в основном из-за священников тоже несете это. Потому что священники должны то, что вы получаете, поругание такое, должны священники получать за это, а не вы. В духовном плане будущее, когда нельзя будет ничего делать, зима. Берегитесь, молитесь, чтобы бегство не случилось зимой или в субботу, когда ничего нету. Это духовно, значит, голод. Вот как сейчас показывают, там, Библии. На Украине жгут Библии. Написано, всех сектантов на травмиле против русских. Я сейчас только ролик посмотрел это. Даже не верится. Прям Библия большая, в твердом переплете. Он все лежит и бросает туда Библию за Библией. Ну, что делать? Это русские, по-моему, не выгодили кто? Этого Гитлер не делал. Даже Гитлер не делал этого. Это уже дальше некуда. Нацизм это. Это сатанизм. Никакой. Даже не нацизм. А дурели от ненависти к русским. Так, надо заготавливать. Заготавливать. Не разрушать, а идти и заготавливать. Да. И найти, а Библия здесь при чем? Они-то, ну, русских-то. А Библия здесь при чем? Ну, это как бы нейтральная Библия. Так, Алексей, я все ответил. Заготавливай. Спаси Христа. Аллилуйя. Вопросы к вопросу. Подбивает. По-другому я ответил. Я должен умереть с голоду. Вот так, брат. Русский человек какой смелый. Так, никого нету. Я отхожу. Игнатий Тихонович, это Стефан. Ну, что? Так. Кто что говорил-то? В книге первое царство... Ничего не слышно. Так, поближе к микрофону встаньте. Что-то плохо слышно. В книге первое царство Голиаф сказал, если мы победим, вы будете нашими рабами. А если вы победите, мы будем нашими рабами. А почему после победы над Голиафом филистимляне все еще воевали с Израилем? Ну, вот так вот делали. У меня тут знакомый один. Играет в бильярд. Мусульманин. И говорит, да, если ты победишь, я приму мусульманство. А если я побежу, ты примешь христианство. И кто-то не примет никогда. А он, если примет, ему башку отрежут. Ну, это дурь. Как говорит, да, дурь непростая, а собачья. Кто накормит, на того и лает. Это пустое все. Серьезные вопросы задавайте. Это вы и сами понимаете, что. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, отошел. С Богом.